Полицейские собаки Волгоградской области показали, как мастерские умеют задерживать преступников, находить взрывчатку или наркотики. На базе кинологического центра ГМВД по региону прошли ежегодные областные соревнования. Со всех районов и городских округов региона съехали свыше 60 полицейских со своими верными помощниками. Основная порода это овчарки. В основном это немцы, конечно же, бельгийские овчарки. Есть восточноевропейские ротвеллеры, лабрадоры, ну и тут уже спаниели. Это полуторагодовалая спаниель Жозефина. Несмотря на свой миролюбивый и даже ангельский вид, на работе эта юная леди-зверь специализируется на поиске наркотиков. Первый год своей жизни усердно занималась, после чего заступила на службу в полицию города Волгского. Ездим на выезда, когда работаем по спецназовому профилю. Собака заинтересованно работает, ищет наркотики. И при нахождении обозначает сигнальную позу, сидеть. Ей нравится, любит работать больше в помещениях, там интереснее, запахов больше. Одногодка Жозефина, немецкая овчарка Бласта, приехала на соревнования из Урюбинска. Хотя сама родом из Волгограда, буквально в мае после курса обучения, выпустилась из кинологического центра и недавно заступила на службу в столицу русской провинции. Характер у него очень ласковый, грудький. У нас все очень весело, в игровой форме происходит. А так она очень послушная, умная, быстро все схватывает. Четырехлетний немец по кличке Шульц занимается конвоированием заключенных. На службе от него требуется бдительный взор на преступников, дабы избежать возможности побега. Таких инцидентов на практике шульцев пока не было. Но кинолог Дмитрий уверен, что в экстренной ситуации его напарник точно не подведет. На тренировку он показывал себя отлично. Даже меня порой удивлял. Он сразу начинает включаться, сразу агрессию проявляет, смотрит, выжидает. При команде атакует. И атакует так, что далеко никто не уйдет. В течение двух дней хвостатые конкурсанты демонстрировали свои таланты. Лучшие из лучших заняли первые места. Их наставникам вручили дипломы и денежные призы. Этой осенью областные призеры отправятся в Волокту на всероссийские соревнования.